В Сочи из-за пожара были эвакуированы 12 человек. Возгорание произошло сегодня утром на улице Кубанской. Православные отметили Радоницу. Родительский день, ставший для многих выходным, собрал у городских кладбищ тысячи сочинцев. В ногу из песней в Сочи завершился городской смотр-конкурс строевой подготовки и песни. В Сочи проходят открытые соревнования по шафлборду на призы главы города. Турнир посвятили Дню Победы. В Сочи из-за пожара были эвакуированы 12 человек. Возгорание произошло сегодня утром на улице Кубанской, 12. Пламя распространилось по второму этажу на площади в 300 квадратных метров. 12 человек пришлось эвакуировать. Одну девушку спасли очевидцы. Выломали окно. По прибытию первых пожарных подразделений через 7 минут обнаружили двухэтажный дом сложной планировки, полностью деревянный, обшит сайдингом, провля металлическая оцинкованная. Руководитель стушения пожара попросил дополнительные силы и следства микрорайона Мамайка и Хосинского района. На месте происшествия работали 42 человека и 9 единиц техники, в том числе газодымозащитная служба. В 8.36 удалось локализовать пожар. Причины выясняются. И второй крупный пожар за сегодняшний день произошел днем на улице Карла Маркса в Адлерском районе. В жилом доме также загорелась кровля. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Сегодня православные отмечают Радоницу. Это первое поминовение усопших после праздника Пасхи. На Кубани Радоница или, как еще говорят, родительский день уже десяток лет становится выходным, благодаря постановлению губернатора. На кладбище Сочи сегодня пришли тысячи горожан. Сегодня на кладбищах море людей, горы цветов и куличей. Такая традиция. Поминовение усопших, говорят священнослужители, это важнейшее священодействие. Вот очень важно, чтобы это поминовение людьми совершалось по-христиански, чтобы не было поменьше, чтобы было спиртного, спиртным поминать. Это вообще не православные обычаи. Мы должны понимать, что мы приходим не пищей насладиться на кладбище, а помочь душам умерших людей, чтобы их участь там в вечности была благой. Радоницу православные христиане отмечают на девятый день после Пасхи. И в этот день принято молиться об усопших. Что же касается самого названия, то оно древнерусское появилось задолго до христианской веры и восходит к языческим корням. Церковь сохранила название праздника, но наполнила его православным смыслом. Но многие этот праздник толкуют по-своему. Эту неделю всю они были как бы с нами, вот в семье, вот все. А сегодня мы их провожаем опять так же в путь их, в иной мир, как сказать. Выпить, как помянуть, это русская традиция. И положить вот на могилку вот это все, цветочки, пасочку, яйцо, все, что можно, чтобы, возможно, другие тоже подойдут и так же помянуть. Говорят, что они в этот день с нами. Царство им небесное. Пусть спят спокойно, спят лая память. Родители похоронены, бабушки, дедушки, все вот на этом кладбище. Сейчас дальше пойдем, вспоминаем. Это настолько важно, что это должен делать любой человек, осознающий, что мы здесь люди временные. Очень хорошо, что в Краснодарском крае такой день, и что он выходной. Все могут прийти, и главное, что с семьями, чтобы продолжить традиции, чтобы они знали, где похоронены их предки. И добирались хорошо, потому что я видела, что на многих автобусах было написано, что они идут по маршруту, например, 122-го на кладбище. Так что очень хорошо. Не помянуть, не убрать могилку, не положить цветочки – это нельзя. Надо обязательно помнить, обязательно нужно любить. Обязательно, пока мы живы, казаки, везде все охраняется, здесь милиция, все это культурно, все это люди поминают. Очень много детей. Мне это очень радостно видеть, тем более сейчас в преддверии 9 мая. И вот мы обязательно с мужем сходим 9 мая. Здесь братская могила захоронена, это старое Дагамырское кладбище. Обязательно придем, цветы возложим нашим солдатам. Очередное упоминовение усопших, намеченное на 9 мая, митинг памяти погибших солдат на мемориале воинской славы запланирован на 9 утра. В Краснодаре накануне чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. На главной городской площади развернули полевую кухню и создали инсталляции 1940-х годов. Поздравить тех, кто отстоял мир во всем мире, пришел и глава региона Вениамин Кондратьев. О торжествах, которые прошли в преддверии Дня Победы, расскажут наши краснодарские коллеги. В свои без трех дней 95 лет она также грациозно держит спину, как и во время Великой Отечественной войны. Елена Потаповна Гонтарь в 40-х годах прошлого века выступала в ансамбле «Песни и пляски». Художественными номерами заряжала на победу уходивших на фронт бойцов. На одном из таких концертов познакомилась с будущим мужем, ждала, когда вернется. Ну а потом наступил май, который оказался самым главным месяцем в ее жизни. Идем зарасписываться. Поехали 6 мая. А администратор же говорит, а чего вы спешите? Вот у нее день рождения 9-го, будет и день рождения и свадьба. А ему уже надо скорее. Ну ладно, расписались и все. А когда уже пришло 9 мая, в окно стучат. Что такое? Ну вот победа. И мы как вышли и забыли про звенье рождения. Их жизнь и судьба – великий пример единства народа и служения Отечеству. Пример для всех, кто живет сейчас в мирное время. В честь ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня в Краснодаре торжественное мероприятие. Год от года свидетелей тех трагических событий остается все меньше. Но те, кто могут, обязательно приходят. Ведь это их праздник. Личные слова благодарности всем, кто приближал победу, произнесли губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель Заксобрания Юрий Бурлачко. Чем больше проходит времени со дня этой великой даты 9 мая 45-го года, тем ценнее мы его чувствуем. Потому что уходят ветераны, уходят герои, и уходят живые свидетели трагических и героических страниц нашей великой страны. И надо успеть сохранить память о них, потому что память нужна не мертвым, а память нужна живым. Молодежи нужна память о своих дедах и прадедах. Мы в неоплаченном долгу перед ними. Это мало. Мы им обязаны тем, что имеем возможность жить, имеем возможность растить наших детей и внуков. И пока будем мы помнить, они будут жить. С праздником! С Днем Великой Победы! Эта победа самая важная, самая значимая, самая долгожданная. Сегодня мы склоняем головы перед всеми, кто сражался за Родину, за наше будущее, за нашу свободу. Низкий поклон старшему поколению, фронтовикам, труженикам тыла, которые делали все возможное, чтобы приблизить этот великий праздник. Мы в неоплатном долгу перед вами, павшими и живыми. Они, победители, все без исключения помнят те страшные годы в деталях. И, конечно, никогда не забудут день своей и нашей общей победы. Виктор Ступак на фронте не был. Тогда еще совсем ребенок он проводил на войну отца. Дождаться его так и не смог. А день победы особенно заполнился. Я уже был семилетним, понимал. И я все время выскакивал на улицу, чтобы встретить своего отца. Пришел сосед, но отец мой пропал без вести и до сих пор я не могу его отыскать. 600 тысяч кубанцев ушли на фронт в первый год войны. Сегодня весь Краснодарский край склоняет голову перед подвигом фронтовиков. Из рук губернатора главы двух районов получили сертификаты с присвоением званий воинской доблести, Тимрюку и Крымску. Эти города выдержали серьезный натиск фашистской армии. В небе над Крымским районом в мае 1943 года состоялось одно из крупнейших авиационных сражений Великой Отечественной войны. Над стратегической высотой, впоследствии названной Сопкой Героев, по данным историков, одновременно могли биться от 500 до 900 самолетов. Это место стало братской могилой примерно для 16 тысяч советских солдат. Война унесла полмиллиона жизни кубанцев. Грядущий день победы – это день общенациональной гордости и вечной памяти. Мы все разные по характеру, разные по стальному положению, по взглядам даже разные. Но в этот день, 9 мая, мы едины. Мы едины. Потому что этот праздник объединяет всех, кто живет на этой земле. За 74 года со дня победы сменилось не одно поколение, но память о подвиге до сих пор жива. Александр Раванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. К новостям вернемся. После прогноза погоды не переключайтесь. 8 мая в Сочи переменная облачность, временами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18. Днем 18, 20 градусов выше нуля. Акция «Диктант Победы» сегодня охватила всю Россию. В Сочи исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны писали на шести площадках. В школах и вузах участником мог стать любой желающий. Диктант Победы построен по системе ЕГЭ. Никаких телефонов и интернета. 30 вопросов и 45 минут. За это время участники викторины должны были вспомнить основные периоды войны и в целом всю историю Великой Отечественной. Цели две – понять уровень знаний россиян и за счет развернутых заданий, уже содержащих в себе информацию, пробудить интерес к изучению истории. Не обошлось и без сложных вопросов, на которые мало кто сможет ответить, но это позволит определить победителей. Самое главное, чтобы наша молодежь помнила. И сегодня мы немножко проверим, как они помнят. Принимают участие студенты, которые недавно были еще школьниками, и они изучали историю в школе. Сейчас они продолжают изучать историю в нашем ВУЗе. И это такая форма закрепления материала без подготовки. Мы считаем, что знания о Великой Отечественной войне должны жить в памяти каждого. Принять участие во всероссийской акции «Диктант Победы» пришли сочинцы всех поколений, как и было рассчитано. Это общенациональная идея. Поэтому, конечно, безусловно, это очень важно для всех нас. В июне 1641 года в России проживало 195 миллионов человек. И вот Большая Победа – это 195 миллионов маленьких побед. Каждый сделал свой вклад, внес свой вклад в победу. И только таким образом мы победили. Да, это важно – помнить свою историю и помнить то, что было, чтобы не допускать тех ошибок, которые когда-то допустили наши предки. Никакого спортивного интереса нет. Интерес только патриотический. Поэтому количество в моих баллах лично для меня значения не имеет. Итоги «Диктанта Победы» планируется подвести ко Дню России 12 июня. А в следующем году всероссийскую акцию планируется провести также в США, Великобритании и Франции. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В ногу из песней в Сочи завершился городской смотр-конкурс строевой подготовки и песни. Показательные выступления команд прошли на Театральной площади. В канун Дня Победы на финал смотра конкурса пригласили ветеранов Великой Отечественной войны. Строевую подготовку продемонстрировали 12 школьных команд. Это победители районных этапов конкурса в двух возрастных категориях, а также команды учреждений профессионального образования. Оценивались сравнения в рядах и шеренгах, внешний вид, сдача рапорта, строевой шаг, четкость действий командира и, конечно, исполнение песни. Я бы хотел, чтобы мои внуки были также участвовать в таких конкурсах, потому что это вот наша страна, наше величие, наша культура, наше понимание и вот дух победы через вот такие конкурсы мы несем в поколение в поколение. Это прекрасный праздник, так должно быть. Я очень рад за детей, я желаю каждой возрастной группы победы. В итоге самыми голосистыми и дисциплинированными в строю были признаны команды школ номер 14 и 89, а также колледж Всероссийского госуниверситета юстиции. Сейчас в Сочи проживают чуть меньше трех тысяч участников Великой Отечественной войны. Это и фронтовики, и приравненные к ним жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, узники фашистских концлагерей, и вдовы участника войны. Традиционно в преддверии Дня Победы в городе проходит множество праздничных мероприятий, хотя ветераны в силу возраста все реже могут присоединиться к ним и часто принимают поздравления дома. Военные-то не остались, да, фотографии вообще? Нету, 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 нету. Мы не фотографировались. Нам не до этого было. В гости к Ирине Титовой социальные работники заглядывают часто, не только чтобы помочь, но и просто поговорить. В апреле ветерану исполнилось 93 года. В 41-м 15-летней девочке она пошла на курсы медсестер, и ее фронтом стала работа в военных госпиталях. За самоотверженный труд Ирина Михайловна награждена орденом Великой Отечественной войны второй степени. Хотя о своем вкладе в победу ветеран говорит очень скромно. Я была массажистка, лаборанка. Понимаете, куда пошли, туда и все. Я выступала, пела раненым. Пели мы. Кровь сдавала раненым. За время войны медики курорта сдали около 20 тысяч литров крови. Во многом это помогло вернуть в строй более полумиллиона солдат и офицеров. Во время войны школы, гостиницы и санатории курорта были переоборудованы в госпитали. В палаты превратились коридоры и холлы, кабинеты врачей и подсобные помещения. В день 50-летия Победы в Сочи торжественно открыли вот этот мемориальный комплекс «Подвиг во имя жизни». Под аркой, которая символизирует дорогу жизни, расположены три скульптуры – хирург, медсестра и раненый солдат. 9 мая – это место встречи ветеранов, чьим фронтом были военные госпитали. К сожалению, с каждым годом участников войны остается все меньше, а состояние здоровья не всегда позволяет им присоединяться к торжествам. Накануне Дня Победы сотрудники Хостинской прокуратуры навестили ветерана дома. Пришли с цветами и подарками. Но больше всего Ирину Михайловну растрогало выступление юного гостя. И вас, ветерана, прославить за подвиг, за жизнь, за весну. Цель одна – во-первых, не забыть и научить подрастающее поколение на примере наших дорогих ветеранов, что война – это плохо. Вот, наверное, это воспитательная цель. Я думаю, что в будущем это будет тоже наша хорошая традиция именно с детьми посещать ветеранов. За чаепитием гости слушали рассказ ветерана о войне. И, конечно, договорились встретиться и отметить 75-летие победы. Сегодня на курорте не осталось уголка, где бы ни проходили последние приготовления к 9 мая. Практически завершено оформление города. В разных его районах размещены 200 специальных конструкций, на 60 из которых будут изображены портреты сочинских ветеранов, которые принимали участие в боевых действиях. Это уже финальная часть большой работы, которая была проделана в Сочи в ожидании празднования 74-й годовщины Великой Победы. А началась она задолго, до 9 мая. Так, в рамках ежегодных мероприятий, посвященных оздоровлению ветеранов Великой Отечественной войны медицинскими организациями города Сочи, проведено более 3000 углубленных комплексных медицинских осмотров всех категорий. Сформированы выездные бригады медработников для проведения диспансерного обследования ветеранов с ограниченной подвижностью на дому. Помимо этого, по просьбе главы города санатории предоставили ветеранам более 300 путевок. По рекомендациям районных отделений Совета ветеранов города были проведены ремонтные работы в 36 квартирах во всех районах курорта. А школьники к 9 мая впервые провели акцию «Звезды на дома ветеранов». Ребята сами изготовили праздничные звезды из Аракала и наклеили их на фасады домов, в которых живут ветераны. Всего было прикреплено около тысячи таких опознавательных знаков. Стало доброй традицией поздравление ветеранов Великой Отечественной войны со стороны сотрудников администрации города и администрации внутригородских районов. И этот год не станет исключением. В канун Дня Победы всех ветеранов Сочи поздравят на дому и вручат продуктовые наборы. Масштабное празднование Дня Великой Победы стартовало на курорте еще несколько дней назад. Ну а 9 мая жители и гости города смогут принять участие в песенных флешмобах на улицах города, посетить выставки и концерты. На площади у Южного Мола морского порта можно будет наблюдать трансляцию Парада Победы. Посещение муниципальных музеев 9 мая будет свободным. В целом в Сочи ко Дню Победы запланировано 150 городских и районных мероприятий. Некоторые уже состоялись, но самые интересные и масштабные, конечно, впереди. 8 мая в 9 утра сочинцы традиционно почтят память врачей, которые возвращали в строй раненых солдат. У Стелы подвиг во имя жизни. Рядом с парком Ривьера состоится памятный митинг и возложение цветов. После этого в 10 часов в самом парке начнется концертная программа «Одна на всех». Там же пройдет акция «Солдатская каша». В это же время в 10 часов запланированы бесплатные показы фильмов о войне в муниципальных кинотеатрах «Родина, лучи и юбилейны». Также в 10 часов стартует легкоатлетическая эстафета сочинских спортсменов. Они пробегут от памятника «Подвиг во имя жизни» до площади флага. В 11 часов в автобусах и электричках начнется песенный флешмоб. Так что можно вспомнить слова известных военных песен и подпеть активистам. Финишем памятных мероприятий 8 мая станет традиционная акция «Свеча памяти». Все желающие со свечами в руках могут пройти по Несебрской улице от площади Северного Мола до Южного. Начало ровно в 20 часов. Военные письма станут подарком для ветеранов. Им уже вручили пригласительные в Зимний театр на 8 мая. В этот день впервые состоится премьера вокально-симфонической поэмы русского композитора Валерия Гаврилина. Новую программу посвятили Дню Победы и 80-летию со дня рождения музыканта. В концерте примут участие сразу несколько творческих коллективов Сочинский симфонический оркестр солисты оркестра «Русский сувенир» два детских хора и камерный хор Сочинской филармонии. Художественный руководитель оркестра Антон Лупченко пригласил для совместного выступления именитых артистов. На сону зимнего выйдут солисты Мариинского театра. Военно-симфоническую поэму «Военные письма» они будут исполнять впервые. Здесь пронзительные слова и вообще этот стиль такой его как сложно охарактеризовать. Он скорее где-то камерный и здесь даже вредно давать какую-то такую звучность чтобы не дай бог она помешала тексту. Здесь очень важен текст, смысл и проникновенность. Кстати, в премьерном показе военных песен который состоялся в 76-м году главные партии исполняли Эдуард Хель и Таисия Калинченко. Там вот есть такой момент в середине этого сочинения когда разваливается гармонь как и написано в партитуре развалилась гармонь. Убили гармониста убили солдата а одна из последних частей письмо она читает письмо где он пишет а гармонию ты сохрани жена мы с тобой еще пройдем по улице. Концерт 8 мая станет начало масштабного музыкального проекта в честь Валерия Гаврилина. Композитор ушел из жизни в 99-м году но его произведения незабываемые. Музыкант соединит Сочи, Вологду и Санкт-Петербург. После премьеры программы на курорте осенью музыканты выступят в Вологде на родине Гаврилина а завершится проект в Санкт-Петербурге где он провел всю свою творческую жизнь. Концерт 8 мая станет подарком для сочинских ветеранов и их близких. Несколько десятков пригласительных уже доставлены адресатом. Елена Овсец и Алексей Давыдов телекомпания ФКТ И к другим новостям. В России начали действовать новые правила диспансеризации и профосмотров сообщает ТАСС. Россияне с 18 лет смогут раз в год пройти профилактический медицинский осмотр который ранее проводился раз в два года. Раз в три года можно пройти диспансеризацию включающую в себя прицельные онкоскренинги для разных возрастов. Кроме того в соответствии с новым порядком отдельная дополнительная диспансеризация вводится для лиц предпенсионного и пенсионного возраста. В Сочи проходят открытые соревнования по шафлборду на призы главы города а турнир посвятили предстоящему Дню Победы. В Сочи шафлборд начал развиваться с 2012 года тогда в городе был образован физкультурный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них каждый год проводятся турниры в этом году на кубок главы города. Здесь присутствует команда нашего центра и приехали много гостей из Абширонской Стуапсе из Армавира из Республики Абхазия развивает координацию игра как шахматы нужно попасть в этот дом выбить наименьшее количество очков для того чтобы стать победителем. На одной дорожке инвалиды по зрению но другой спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Именно для слабоведящих шайба желтого цвета такой оттенок хорошо заметен. Сочинская спортивная федерация инвалидов 10 лет у организации много планов на будущее. Занимается у нас более 250 человек из них мы активно включились в программу активного долголетия наши сочинские пенсионеры их более 150 человек инвалиды у нас активно развивают и шеффельборд и такие новые направления как парадайвинг и парасерфинг это новые направления так как мы у моря мы будем представлять Сочи на международных тоже мероприятиях одновременно. Шеффельборд стал популярной спортивной игрой не только у взрослых с занятием сейчас активно привлекают и детей с аутизмом из школы-интерната номер 2 Елена Овсецина Николай Тихонов телекомпания ФКТ И на этом я с вами прощаюсь всю новость уже на нашем сайте fkt.com смотрите нас в кабельных сетях Радист на 56 кнопке и телепакетах Билайн на 76 а также в социальных сетях в группах Говорит Сочи в Фейсбуке Инстаграме Одноклассниках Телеграме и в сообществе ВКонтакте В студии была Инга Габешия Спасибо за внимание и до встречи в эфире Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову студия красоты Мика Бьюти макияж прически броу-бар курсы для бровистов и обучение визажу Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей Сезоны это новые тенденции качественные материалы и безусловный комфорт найдите свой стиль по адресу улица Парковая 17 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok